В конце прошлого года в Минпросвещение В Минпросвещение РФ утвердили расписание и продолжительность проведения единого государственного экзамена. Когда астраханцы будут сдавать очередное ЕГЭ? Об этом поговорим сегодня. Это программа «Точка зрения». У нас в гостях заместитель министра образования и науки Астраханской области, начальник управления контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования Елена Дудина. Добрый день, Елена Анатольевна. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете задать вопрос нашему гостю по номеру телефона 24 24 80. И вот с чего я хочу начать. Ежегодно на федеральном уровне обсуждается вопрос о том, что ЕГЭ могут отменить. И вот снова мы говорим о расписании очередного госэкзамена. Скажите, вот насколько это, так скажем, реально, могут ли отменить единый государственный экзамен? Каждый выпуск, каждый школьник, которому предстоит сдавать единый государственный экзамен, конечно, в душе надеется, что в этом-то году ЕГЭ не будет. И, конечно, есть родители, которые сомневаются в этой системе, насколько она эффективна, насколько она, скажем так, экономит время, силы, нервы и детей, и родителей. Но ЕГЭ уже существует 15 лет. И эффективность этой системы доказана уже неоднократно. Но первое, это возможность сдать экзамены всего один раз. То есть школьные экзамены и экзамены для поступления в ВУЗы, они сдаются всего один раз. Да, это очень большая, высокая цена вопроса. Как сдал один раз, такой результат в этом году ты и получишь. Но если учесть, что потом дети имеют возможность отдохнуть летом, и какие-то семейные вопросы можно будет порешать в это время, все-таки эффективность есть. Второе преимущество – это то, что дети из провинции, скажем так, имеют возможность поступить в престижные ВУЗы, не выезжая за пределы субъекта. То есть ты поедешь только в том случае, если ты наберешь высокие баллы и уже точно отправишься учиться в столичные какие-то престижные ВУЗы. То есть не надо тратить деньги, время, опять силы, средства, думать, поступишь, не поступишь. То есть ребенок сдает единый государственный экзамен, и результаты направляет, как мы уже с вами знаем, несколько ВУЗов на несколько специальностей. И есть шансы поступить хоть куда-нибудь из того вариатива, который он может для себя выбрать. Ну и если уж мы заговорили об эффективности системы, действительно многие родители в этом сомневаются, несмотря на то, что уже более 15 лет у нас ЕГЭ практикуются. А вот если говорить о стобальниках, то как-то по ним можно сказать, насколько эффективна эта система? Стобальники, к нашей радости, бывают в Астраханской области каждый год. Количество их меняется, конечно. Но приблизительно от 14 до 20 человек ежегодно такие результаты в Астраханской области показывают. В прошлом году у нас было 15 стобальных результатов. Одна девочка как раз получила у нас 2 стобальных результатов. И сейчас она учится в престижном Московском медицинском университете. Как раз получив такие высокие результаты. На бюджете, да? На бюджете. Все наши стобальники, которые получили в 2021 году такие результаты, они все поступили на бюджетной основе. В Московский государственный университет, в высшую школу экономики, в медицинские университеты, в военные вузы. Очень много ребят поступает с такими результатами. Поэтому эффективность точно есть. То есть можно сказать, что ЕГЭ – это еще одна возможность поступить на бюджет, престижное учреждение в любой регион. А расписание на этот год уже составлено, я так понимаю. Школьники уже в курсе, когда они будут сдавать? Конечно, расписание уже утверждено. Мы надеемся, что два года, конечно… У нас звонок от телезрителя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Телезритель, я думаю, еще дозвонится до нас. Продолжаем. Расписание, оно всегда размещается заблаговременно. В настоящее время оно уже утверждено, имеется в открытом доступе. Мы два года жили в ситуации пандемии, когда были определенные особенности проведения экзаменов. А в настоящее время мы очень надеемся, что все-таки эта компания войдет в тот штатный режим, в который мы, в общем-то, уже привыкли ее проводить. Существует три периода. Это досрочный период. Он где-то у нас в конце марта, начинается в конце марта и до середины апреля. Длится это для тех, кто уезжает на спортивные соревнования, у кого есть проблемы со здоровьем, нужно лечиться. Ну, есть еще другие уважительные причины, которые нам представляют для рассмотрения. Есть основной период, который начинается с конца мая и длится со всеми резервными сроками до 2 июля. И есть сентябрьские сроки, когда на них выходят, как правило, дети, которые либо по состоянию здоровья не смогли принять участие в двух предыдущих сроках, либо получили недовлетворительный результат. Ну, такие дети бывают. А вот о результатах, неудовлетворительных в данном случае, сколько раз можно пересдавать? Ну, фактически можно сдать три раза. Это основной срок. В основные сроки есть еще резервные дни, когда вот, скажем так, эту двойку условную, как мы ее называем, можно пересдать. Это будет вторая попытка. Но даже если и не удастся со второй попытки, то в сентябре есть период, когда можно пересдать. Единственное, что уже, конечно, те дети, которые пойдут в сентябрьский период, они, к сожалению, не смогут поступить уже в ВУЗ, потому что приемная кампания будет закончена. Но у них хотя бы остается шанс получить аттестат о среднем общем образовании и либо с ним поступить в колледж в этом же году, либо дождаться следующего года. И на следующий год эти результаты можно улучшить по каждому предмету. То есть подготовиться еще дополнительно, и можно выбрать тот результат, который будет выше. По каждому, по любому предмету. То есть если человек сдал госэкзамен по конкретному предмету в прошлом году, он переносится на следующий? То есть русский математику, допустим, сдал, а географию не сдал, да? Географию он может в следующем году пересдать, а русский математика остаются результатом? Он имеет право еще раз пересдать, независимо от результата. То есть улучшить результат можно по любому предмету. Поэтому и даже можно сделать так. Вы можете взять результаты русского языка за прошлый год, а результаты географии за следующий год. То есть можно так сделать, да. Об этом я спрашивала. То есть есть альтернативы еще? Конечно, да. То есть улучшать результаты. Иногда спрашиваю, сколько попыток, сколько вам будет угодно. А вот в этом году есть какие-то нововведения, возможно? Либо все ожидается, что будет все как в прошлом? Ну, вы упомянули, конечно, про ковид, да? Надеюсь, все будет хорошо у нас с обстановкой. А в других планах? Ну, и насчет ковида все-таки я сейчас акцент сделаю. В любом случае, несмотря на то, что мы будем надеяться, что у нас будет ситуация улучшаться с заболеванием, но в то же время остается требование по социальной дистанции в полтора метра. То есть рассадка детей будет также осуществляться, скажем так, более рассеянно. По аудитории будет меньшее количество детей. У нас организаторы остаются в масках. Несмотря на то, что практически все, без исключения, уже прошли вакцинацию. Ну, для детей понятно, что эта ситуация в настоящее время, она не установлена, такое требование. Обязательно будет проходить термометрия. Если будут выявляться дети или взрослые, у которых будет повышенная температура, значит, к экзамену их допускать не будут. Но они смогут прийти в резервные дни и эти экзамены сдать. Поэтому, если кто-то себя чувствует плохо, сразу хочу сказать, что ничего страшного. Да, можно прийти в резервные дни, предъявив справку о том, что ты заболел. У нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Какой у вас вопрос? У меня вопрос. Я как-то сам бывший школьный учитель. Хочу выставить свое мнение по поводу игры. Слушаем. Алло, здравствуйте. Слушаем, да. Меня зовут Николай Иванович. Я бывший школьный учитель. Хочу сказать, что я уволился из школы только потому, чтобы не участвовать в этом организованном вредительстве. С помощью ЕГЭ из наших детей делают тупоголовок баранов. Безграмотных. Которые потом легко управляют. Как, опять же так, как баранами. В то время я пытался поднять родителей, чтобы они ориентованно выступили против введения этого ЕГЭ, которое пришло из США. Спасибо вам большое. Мы вас услышали. Началась избирая реформа. Спасибо вам за ваше ценное мнение. Скажите, вот много тех людей вообще, которые не согласны, да, так категорически с единым государственным экзаменом. Хотя понятно, что это не у нас в регионе придумали, да, это по всей России. Отвечу. Спасибо, Николай Иванович, за ваше мнение. Смотрите, значит, противники всегда существуют в любом вопросе. Другой вопрос, мы опираемся на эмоции или на факты. Факты я сейчас привела, что дети у нас имеют блестящие результаты, которые позволяют им учиться в престижных вузах. Я поступала, скажем так, по старой советской системе, когда мы собрали узелки и поехали в столичные вузы пробовать счастье. Ну, мне счастье улыбнулось, я училась хорошо. Но, тем не менее, мы вынуждены были два месяца жить на квартире, готовиться к экзаменам, посещать подготовительные курсы. Мы не знали, какие у нас будут вступительные испытания, в какой форме. То есть это просто, вот это точно была ситуация, когда мы не знали, что нас будут спрашивать и какие задания мы получим в билетах. Это точно не повышало нашу ни стрессоустойчивость, ни берегло нашу нервную систему. Кроме того, мы могли поступить только попробовать в один вуз на одну специальность. Сейчас ЕГЭ расширяет эти возможности. Это однозначно. Что касается содержания контрольно-измерительных материалов, действительно, в первые годы в основном проведении ЕГЭ контрольно-измерительных материалов, материалы были построены на выборе ответа правильного или очень таких односложных ответов, которые необходимо было вписать. Сейчас контрольно-измерительные материалы серьезно поменялись. И сейчас вот та самая угадайка, про которую Николай Иванович говорит, наверное, однозначно не соответствует действительности. Николай Иванович, вы можете посмотреть, у нас есть в открытом доступе банк заданий ЕГЭ, и вы можете с ними ознакомиться. И посмотреть, что ситуация сегодняшнего дня очень далека от ситуации 15-летней давности. Но уж если мы говорим о банке ЕГЭ, то как раз сейчас это позволяет любому ребенку самостоятельно, либо со своим репетитором, либо со своим учителем, либо со своими родителями, посмотреть, какие примерные задания есть в этом банке, и целенаправленно готовиться к задаче экзамену. Что, собственно, наши дети и делают в школах сейчас. Мы продолжим наше обсуждение после короткой паузы. Оставайтесь с нами на канале Астрахань-24. Мы говорили о едином государственном экзамене 2022. Мы в студии программы «Точка зрения». Елена Анатольевна, продолжим. Мы говорили о безопасности на едином государственном экзамене. Кроме ковидных мер, мы можем говорить и о безопасности в плане контроля, и безопасности школьников. Как с этим? Совершенно с вами согласна. Главный залог успеха на экзаменах – это создание безопасных условий во всех смыслах этого слова. Первое – это то, что дети сдают экзамен на пунктах проведения экзаменов. Заблаговременно школы, которые являются пунктами проведения экзаменов, готовятся к этой процедуре. В день экзамена нет посторонних людей. Органы порядка у нас проводят. Как правило, даже с собаками посещают эти учреждения и проверяют на отсутствие всяких нехороших вопросов таких. Стоит рамка с металлодетектором. Первое – это в целях безопасности, потому что могут быть такие участники, которые могут что-то пронести. Скажем так, не только сотовые телефоны, как всегда говорят, но и какие-то опасные вещи, какое-то оружие и так далее. То есть здесь следующий, как сказать, такой заслон таким вещам. На пунктах у нас дежурят представители органов полиции. На пункте у нас работает медицинский пункт, где находятся медицинские работники. Есть возможность вызова скорой помощи, если будет необходимо оказать ребенку какую-то серьезную уже помощь, госпитализировать его. Это тоже есть. Поэтому в целом до пунктов проведения экзаменов в сельской местности выделяются автобусы, которые собирают детей в определенное время. Рассчитывается время в пути определенное. Поэтому вот с этой точки зрения, скажем так, все взрослые, все администрации образовательных организаций, педагогические работники создают именно все те условия, которые необходимы для того, чтобы ребенок просто пришел в аудиторию, в котором у него есть личное свободное пространство, в котором находится стол, стул и все, что необходимо для экзамена. То есть никто ему не мешает, не отвлекает, не шумит, тишина. И все находятся абсолютно в равных условиях. Что касается ограничений по использованию запретных предметов, то это уже другой вопрос. Извините, пожалуйста, мы сейчас продолжим. У нас есть звонок. Слушаем вас. Алло. Да, слушаем вас. Говорите. Вот у меня такой вопрос. Почему дети ОГИ и ЕГИ не могут сдавать в своей школе? Ведь телефоны забираются, в виде у камеры стоят, кто-то наблюдатели есть у них. Дети с одного конца едут в другой. Спасибо за вопрос. Ну, наверное, тоже немало родителей задаются этим вопросом, да? Смотрите, только что мы сейчас сказали, это создание необходимых условий. Вот то, что я сейчас перечислила, это требует немалых материальных и людских ресурсов. Те же сотрудники полиции, медицинские работники, организаторы и все необходимые металлоискатели и так далее. Все это в каждой школе сделать в один день просто невозможно. Кроме того, значит, существует ситуация, когда дети не должны у нас, скажем так, находиться в условиях, когда, возможно, какая-то помощь будет оказываться. Либо дети у нас есть истории, когда делают определенные какие-то тайники, в которых они что-то прячут. И, к сожалению, у нас такие истории, мы их не будем сейчас вспоминать, потому что, ну, это, как бы, мне кажется, стыдно о них вспоминать. И сделаны определенные выводы, потому что дети потеряли результат этого экзамена. Он был аннулирован, у кого были обнаружены запретные средства. Поэтому в избежание вот всех этих ситуаций, если мы говорим о равных справедливых условиях, то тогда они таковы. Опять-таки, если бы дети поступали в вузы, никто бы не создавал для них вот таких, это даже не щадящие, а условия тепличные, да, будем их так называть. Это все-таки уже дети взрослые, это уже одиннадцатиклассники, которые завтра будут студентами, они уедут в другие города и будут жить самостоятельно в общежитиях. Что таит в себе значительно больше опасности, чем на пункте проведения экзаменов. Мы, возможно, не будем говорить о том, как дети умудрялись, так скажем, тайники закладывать и так далее, а последствия, как вы уже сказали, аннулировать результаты. А еще какие-то есть последствия? То есть после этого они смогут пересдать в этом году? Очень хороший вопрос, спасибо. Значит, цена вопроса высокая, как мы уже сказали сейчас, да, поэтому ребятам я настоятельно не рекомендую пользоваться никакими ни средствами связи, ни шпаргалками, потому что, как правило, эта история бывает очень неприятной, она чаще всего случается с детьми, которые, к сожалению, наоборот, в общем-то, обладают хорошими знаниями, но для какой-то подстраховки что-то приносят с собой. И что-то выпадает в самый ненужный момент, либо кто-то замечает это, тогда участника удаляют из аудитории, и в случае, если это обязательный предмет, то ребенок автоматически уходит на пересдачу на осень. То есть это точно он теряет шанс поступить в этом году. К сожалению, у нас были истории с медалистами, которые вот так неудачно, скажем так, они даже не пользовались, да, но вот так не попадали в такие истории. Значит, по предметам по выбору можно экзамен пересдать только в следующем году. Вот такие жесткие условия. Поэтому цена вопроса лучше написать то, что ты знаешь, чем вот подвергать себе такой опасности. Понятно. А вот по дисциплинам уже дети определились или это позже происходит? До 1 февраля включительно можно подать заявление на ЕГЭ. Выпускники школ подают заявление сейчас в школах, там формируется база. Выпускники прошлых лет и выпускники учреждений среднего профессионального образования тоже могут принять участие. Они должны тоже подать заявление по адресу улицы Красная Набережная, 40, Центр мониторингового образования. Это нужно постараться сделать до 1 февраля, потому что, к сожалению, потом базы у нас закрываются для того, чтобы начать подготовку планомерную к проведению экзаменов. Но если у кого-то есть уважительные причины, у нас бывают ребята, которые служат в армии, они возвращаются в апреле. Бывают жизненные какие-то другие ситуации, которые не позволяют до 1 февраля подать заявление. Тогда они уже приходят к нам в Министерство образования, показывают свои документы, подтверждающие, что они действительно не могли в это время подать заявление. Главная экзаменационная комиссия их рассматривает. Таких ребят мы допускаем. Но лучше это не делать. И школьникам хотелось бы сейчас еще раз напомнить, что все-таки они сейчас должны сделать все-таки уже окончательный выбор предметов, которые они собираются сдавать. Потому что иногда сомнения бывают до последнего дня, когда мы еще точно не знаем, куда мы планируем. Мне кажется, что сейчас уже самое время определиться и целенаправленно готовиться к тем экзаменам, которые они уже выберут. Ведь от этого зависит и подготовка на целенаправленно, на какие-то предметы. Вот у меня дочь учится во втором классе, а я уже думаю о том, какие предметы мы будем сдавать на госэкзамене. И как вы думаете, когда нужно определяться школьнику вообще, чтобы это было рационально, чтобы было время подготовиться серьезно? Ну, не позднее, скажу я так, начало 11 класса. Не позднее. Но если мы говорим о качественной подготовке, говорить о том, что уже второкласснику надо знать, какие экзамены он будет сдавать, я бы опастереглась и вас бы не хотела на это нацеливать. Потому что как раз это и называется общее образование, начальное общее, основное общее. Когда ребенок пробует все, и ему надо все посмотреть, чтобы понять, какие у него есть склонности, что ему нравится. В таком возрасте дети еще не понимают никакая профессия, что она из себя представляет. Это очень сложно сделать в таком возрасте. А уже, конечно, к 11 классу родители должны вместе сесть в семье и обсудить перспективы ребенка, его возможности стартовые, что можно сделать для улучшения уровня образования в последний год. Ну, на мой взгляд, последний год это, наверное, самое ключевое время, когда что-то можно наверстать, скажем так, упущенное. Иногда начинается с 8 класса. Ну, если есть какое-то уже точное направление, которое ребенок уже для себя выбрал, да, там техническое, иногда бывают такие у нас дети, очень талантливые, продвинутые в информатике, робототехнике, они точно знают, что они будут учиться в техническом вузе. Конечно, ради бога. Но если ребенок сомневается, пусть он еще подумает вместе с родителями, куда пойти учиться, как говорят, в таких случаях. А в 11 классе уже, да, начинать целенаправленную подготовку. Спасибо, Елена Анатольевна, что нашли время для нашей программы. Итак, сдать единый государственный экзамен могут все астраханцы. Для этого до 1 февраля, как сказал наш гость, нужно подать заявление и хорошо подготовиться. Это была программа «Точка зрения». Оставайтесь с нами на телеканале «Астрахань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова